Уважаемые гости, от лица арт-комитета хотелось выразить огромную благодарность, что вы нашли в понедельник в раннее время возможность поучаствовать в торжественной части открытия нашей школы. Для нас это большое событие. Второй год мы проводим данные мероприятия и, в принципе, мы видим, что интерес к этой школе большой. Очевидно, не у всех 160 участников школы, которые предварительно зарегистрировались, нашлось возможность принять участие в торжественном мероприятии, но в течение недели, которая предстоит слушателям и всем заинтересованным лицам, будет достаточно представлена насыщенная программа, с которой вы можете ознакомиться в раздачном материале. Вы увидите, что помимо курсов лекций, которые прочитают ведущие специалисты из Малайзии, из Казахстана, из Украины, будут проведены ряд научно-практических мероприятий, презентации образовательных программ. Сегодня в торжественной части мы бы хотели, конечно же, дать возможность всем друзьям, коллегам высказаться по поводу, поприветствовать участников, дать наполненные слова с тем, чтобы с благим намерением наше мероприятие прошло, по милости Всевышнего, успешно. Для открытия зимней школы слово представляется декану юридического факультета Лили Толгатовне Бакулиной. Здравствуйте, уважаемые участники и гости сегодняшнего значительного мероприятия, которая второй раз проводится в стенах одного из старейших вузов России в Казанском федеральном университете. Это вторая международная зимняя школа по исламскому праву. Еще, кажется, совсем недавно мы рассматривали в рамках проблем компаративистики, что собой представляет мусульманское право, тогда как бы определяли его именно как мусульманское, не исламское право. И, соответственно, в рамках отдельных дисциплин изучали и сравнивали мусульманское право с другими правовыми системами современности. А уже сегодня мы видим, что исламское право является не только самостоятельной дисциплиной, но и разработанной и успешно уже реализуются полноценные магистрские программы по исламскому праву. Но если мы вернемся к истокам становления юридического образования в Казанском университете и, собственно, к истории становления Казанского университета, мы, конечно же, помним, что изучение культуры, традиций разных народов, которые населяли Россию, это всегда было характерно для Казанского университета. То есть практически с момента основания проблематика так или иначе была исследована и историками, и юристами, и всеми теми, кто занимается изучением культуры, традиций разных народов. Поэтому не случайно вторая уже по счету международная зимняя школа проходит именно здесь, на юридическом факультете. И мы все с вами сегодня прекрасно понимаем, насколько хрупок, пусть и многополярный мир, и насколько важен, наверное, не только диалог культур, диалог цивилизаций, сколько важно услышать друг друга здесь и сейчас, выработать определенные пути решения тех проблем, которые существуют. И в этом смысле я надеюсь, что данная научная площадка позволит вам плодотворно работать и, собственно, сформулировать решения определенных проблем. Я желаю всем вам удачи и конструктивных решений. АПЛОДИСМЕНТЫ Большое спасибо, Леонид Алгатовна. Данное мероприятие является результатом успешной кооперации Казанского университета и Российского исламского института. Я думаю, что без такого рода объединения усилий говорить об успехах в данной области было бы неправильно. И в этом смысле хотелось бы выразить слова признательности и дать возможность выступить с приветственным словом директору Российского центра исламской экономики и финансов Российского исламского института Габасову Геннад Хазратову. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые присутствующие, уважаемые организаторы, участники данной зимней школы. Во-первых, Арахмин Махмедович в данный момент отсутствует, мне выпала эта доля представлять Российский исламский институт. На самом деле, большое спасибо организаторам за столь прекрасную возможность получить всесторонние знания по исламскому праву и исламской экономике для широкого округа интересующихся лиц. То есть Российский исламский институт и Казанский федеральный университет вносят свою лепту в просвещение большого количества людей. Аль-Хамду-Лля. И вот, что хотелось пожелать, чтобы, конечно же, эта школа была плодотворной, чтобы это было бы очередным вкладом в правовую культуру в России, в развитие правовой культуры. Также очередным вкладом в осознание и в развитие экономического мышления, правильно, справедливой экономики. Потому что на сегодняшний день, как уже отметили, идет глобальная трансформация отношений. И в том числе Российская Федерация находит все новое место на этом геополитическом поле. Меняются отношения, углубляются отношения, они изменяются. Естественно, отношение к экономике также изменяется. И мы видим, что инициативы, которые на сегодняшний день проходят и в парламенте, то, что слушается, рассматривается закон об исламских финансах, то, что Россия на сегодняшний день делает очень прогрессивные шаги в сторону развития исламского финансирования, рассматривает новые возможности в отношении инвестиционной деятельности, привлечения инвестиций. Конечно же, это все очень важно, но все это начинается именно с образования, все это начинается именно с закладывания того самого мышления, именно мышления, широкого мышления, которое дает университеты. Большое спасибо всем и раз приветствую в очередной раз всех на зимней школе по исламскому праву и экономике. Безусловно, в той сложной и многоаспектной теме, как ислам, исламская экономика, исламское право, мы не видим развития этого проекта как проект, который бы реализовывал только одно структурное подразделение Казанского университета. Поэтому, конечно же, успех этого проекта зависит от усилий, которые объединяет юридический факультет, Институт международных отношений и востоковедения, коллеги из финансового института бывшего. И, соответственно, хотелось бы представить слово представителю соорганизатора уже Института международных отношений и востоковедения, председателю экспертного совета по развитию исламского и исламоведческого образования Хабудинову Айдару Юрьевичу. Казанский университет 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 Патриарх российского исламоведения Виталий Вячеславович Наумкин, который продолжает оставаться научным руководителем Института Востоковедения Российской Академии Наук. Что для нас это обозначает? Мы участвуем в российских межнародных проектах, которые касаются самых актуальных проблем современности, в том числе проблем, связанных с сирийским кризисом, с проблемами ИГИЛ. То есть мы должны понять, что мы готовим наших учащихся не просто так. У нас есть враг, у нас есть страшный враг, у нас есть образованный враг, у нас есть квалифицированный враг. И мы должны понять, что мы боремся за то, чтобы мир и стабильность Татарстана во всей России сохранялась. И третий принципиальный момент, который я хочу сказать. Предварительно достигнуто согласие, потому что нужно четко понять, что говорить об исламе без права, без государства – это смешно. Христос не создал государство, а, соответственно, Будда не создал государство, а пророк Мухаммад создал государство. И поэтому государство не бывает без права, государство не бывает без экономики. И поэтому очень важно действительно сотрудничество между юридическим факультетом Казанского университета, между институтом международных отношений истории и востоковедения, с той очень влиятельной структурой, которая занимается институтом экономики в составе Казанского федерального университета. И очень важно было бы создание зеркальных магистрских программ по исламскому праву, по исламской экономике. И я еще раз повторяюсь, нам нужны не какие-то абстрактные умозаключения. Прежде всего, есть реальный мир, есть ситуация, изменившаяся в России, когда возникла целая сфера экономики исламской, халяльной, когда возникла целая огромная сеть мечетей и учебных заведений. Мы должны анализировать этот мир, мы должны мониторить этот мир, мы должны рекомендовать, что делать с этим огромным миром. И мы должны готовить тех специалистов, которые придут и будут готовы работать с мусульманскими структурами, как в Татарстане, так в России, так и в других регионах мира. Спасибо за внимание. Рустам Хазар-Батров. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатах. Мир вам, милость всевышнего и благословение. Создание, функционирование, работа зимней школы, как и в целом деятельность Казанского федерального университета, направленная на развитие исламоведения, это, как мне кажется, очень важная сфера, связанная не только с образованием, сколько с познанием нас самих. Сегодня мы всего больше задаемся вопросом о том, какую страну мы строим, какую Россию мы хотим видеть в будущем. И часто на уровне многих гуманитарных наук звучат идеи евразийства, идеи о том, что Россия – это мост, соединяющий Восток и Запад, ислам и христианство, что Россия стала домом для представителей многих народов, многих этносов, многих культур, различных мировоззрений. Но как-то вот эта идея не проникает в правовое пространство. То есть там все так же доминирует такой правовой унитаризм, и вот эти идеи евразийства не проецируются в правовое поле. А между тем это очень актуально, потому что если мы говорим о том, что мы хотим построить общество справедливости, где бы светское общество, где бы представители разных мировоззрений и конфессий имели бы равные права, то понимать суть своей правовой системы очень важно, и без изучения других традиций, без изучения ислама понять это невозможно. Почему? Когда мы говорим о светском государстве в контексте монообществ, многие вещи мы воспринимаем как светские, не видим в них никаких проблем. Когда у нас общество такое многосоставное, то не все, что проходит в монообществе, проходит у нас. Ну такой простой пример, допустим, с выходным днем. То есть вот мы в светской стране отдыхаем в воскресенье. Даже по названию видно, что это день, что это такой религиозный атовизм в контексте правового поля. Я не говорю о том, что сейчас надо что-то менять и так далее, но более глубокое понимание исламского права, более глубокое проникновение в эту проблематику позволит нам более глубоко осознавать те реалии, в которых мы сами живем. Поэтому для того, чтобы построить по-настоящему светское государство, государство равных возможностей абсолютно для всех, без изучения исламского права, как неотъемлемой части мировоззрения и правовой культуры огромного количества народов и десятков миллионов мусульман в нашей стране, вот без всего этого по-настоящему светское государство построить невозможно. И без вот этих усилий, без таких образовательных программ, идеи евразийства, идеи, значит, то, о чем говорят наши философы, наши мыслители, без вот такого рода школ все эти идеи останутся на уровне философии, на уровне культурологии, но не перейдут никогда в живую, в применительную практику, то, чем люди живут каждый день и чем они руководствуют каждый день. Поэтому, мне кажется, зимнюю школу и в целом образовательная программа, связанная со сломоведением Казанского федерального университета, можно рассматривать как не просто какой-то маленький образовательный проект, а как часть глобального процесса познания нашей страны, познания России самой себя и познания того многообразия, опираясь на который, мы хотим построить будущее для наших народов, в том числе и в контексте правовых вопросов, и в контексте экономических теорий. И спасибо Казанскому федеральному университету за то, что эти усилия предпринимаются, за то, что здесь прилагается много усилий на развитие исламоведения. Так исторически сложилось, и сегодня это знамя Казанского стыковедения подхвачено, подхвачено на достойном уровне, и Бог вам в помощь, дай Бог, чтобы все эти начинания находили и поддержку, и самое свое лучшее воплощение. Спасибо. Большое спасибо, как нам кажется, и мы все больше наполняемся вот этим ощущением. Та тематика, постановка вопросов, которую мы сегодня видим в рамках данной школы, во многом созвучно тем чаянием, которое сегодня имеет руководство страны, руководство нашего региона. И действительно, государственно, мы бы хотели предоставить слово советнику, премьеру, министру Республики Татарстан по исламским финансам Якупу Ленару Габдельнуровичу, который сам лично и его организации внесли большой вклад в развитие этого вопроса. Спасибо. Бисмиллахи рахмана рахим, салам алейкум и добрый день, уважаемые коллеги, друзья, гости. Сам факт того, что вторая зимняя школа уже с того маленького зала перебралась в этот большой актовый зал, наверное, говорит о том, что значение данной школы действительно начинает расти, и мы очень признательны Казанскому государственному федеральному университету за то, что серьезнейшим образом начали заниматься данной тематикой, потому что развитие исламской экономики, финансов, права и так далее, оно должно прежде всего начинаться здесь, у нас, у самих, у себя. Ни в коем случае нет смысла ожидать, что кто-то к нам приедет и что-то сделает. Вот для аналогии, если говорить про исламские банки, про исламские финансовые структуры, фонды, компании и так далее, я бы хотел пример дать 90-х годов. Я про это сейчас очень много говорю, и хотелось бы, чтобы вы тоже поняли мою мысль и разделяли, и дальше уже мы с вами взаимодействовали, исходя из этих парадигм. Значит, в 90-х годах, когда Советский Союз распался, в Советском Союзе, вы знаете, было всего лишь нескольких банковских структур, это сберегательная касса была, что-то там по внешке, что-то отдельно по каким-то индустриям. Частых банков, коммерческих банков, конечно же, не было. И в 93-м году, начиная с этого времени, в нашей стране начали появляться десятки, сотни тысяч различных банков, которые на коленках писали инструкции, быстро изучали все это хозяйство у западных банков. Западные банки, понимая, что для них открываются совершенно новые перспективы, приезжали в нашу страну, вкладывали деньги, открывали свои представительства, дальше уже начинали открывать банки, заходить в учредительный капитал каких-то других российских банков. И тем самым они стали неким катализатором, вот внешние факторы стали катализатором развития коммерческой банковской индустрии Российской Федерации, которую мы непонятно по каким причинам с английского conventional переводим как традиционный. Хотя есть очень большое сомнение, насколько можно все эти банки называть традиционными, будем просто называть их стандартными коммерческими западными банками. Вот, когда в нашей стране мы начинаем говорить про исламские банки и финансы, многим людям ошибочно кажется, что точно такие же идеи или намерения есть у исламских банков, которые сегодня работают в мусульманских странах или даже не в мусульманских странах, что они очень хотят прийти в Россию, что они очень хотят открыть здесь предстоительство, что они очень хотят потратить деньги якобы на то, чтобы пролоббировать все это хозяйство. Уважаемые коллеги и друзья, я вот 14 лет занимаюсь в этом направлении, не только в нашей стране, но и за рубежом. По каким-то причинам даже попал 500 лучших специалистов по исламским финансам и экономике. И вот авторитетным образом, со своей колокольни, я вам могу объявить, что сегодня ни одно международное исламское учреждение, банковское или финансовое, сюда, пока мы свои вопросы не решим, и не решим вопросы законодательства, и шагу не шагнем, и шагу не сделаем. В отличие от традиционных или коммерческих банков, которые в 90-х годах приходили и понимали, что здесь для них есть рынок роста, рынок сбыта и так далее, и так далее, сегодня исламские банки в упор Россию не могут рассматривать, чисто из-за того, что здесь нет законодательной базы. Всякие слова о том, что можно работать и не меняя законы и так далее, я вам скажу тоже, это от лукавого. Потому что, не имея законодательства, ни одна структура сюда не придет, потому что они не знают правила игры. Они не понимают, как здесь можно работать, они не понимают, как они будут регулироваться, а финансовая деятельность, монетарная политика, фискальная политика – это все регулируемые вещи. И нам бы не хотелось, чтобы исламские финансовые структуры работали на сером рынке. Нам бы хотелось, чтобы они работали нормально, имея под это необходимое законодательство и имея под эти все необходимые условия. Вот Хазрат очень правильно сказал про равные права, которые создаются в той или иной стране. Очень много людей в России, в Москве, даже в Казани, когда мы начинаем говорить про изменения в законодательстве для того, чтобы смогли заработать исламские, банковские или финансовые структуры, сразу начинают сомневаться или у них появляется некое такое опасение. А что это вы нас всех хотите посадить на шариат? Вот мы уж, наверное, раз в тысячу приводили пример Англии, да? От того, что Англия приняла законодательство об альтернативных финансах, законы шариата не восторжествовали, да? И сегодня Англия, как одна из ведущих мировых держав, западных держав, да, Англия смогла найти возможность для того, чтобы создать условия равноправные, опять-таки, для коммерческих банков и для исламских банков. Вот задача как раз не рассматривать исламские банки как что-то особенное, а для них создавать условия для того, чтобы они могли функционировать. Функционировать для чего? Для того, чтобы активно работать со сбережениями 25 миллионов мусульман, по крайней мере, которые живут в этой стране. Если учитывать, что сегодня по статистике более 50% клиентов исламских банков являются не мусульманами, тогда мы уже имеем полпятидесяти миллион человек в нашей стране, да, конечно, многие могут сказать, это все ошибочно, и у нас сегодня очень мало людей придерживается ислама. По статистике прошлого года, если республику Татарстан брать, то люди, которые делают намаз и делают в разу, держат в разу, это где-то порядка 11%. Может, сейчас как-то картинка изменилась, но все равно, думаю, не настолько, да? Тогда начинают считать с этого, что если брать 2 миллиона мусульман, живущих в Татарстане, тогда это где-то порядка 200 тысяч. Но даже 200 тысяч – это уже существенная цифра для того, чтобы с этим населением начать работать. Потому что идеология, которую мы сегодня хотим донести до наших банковских, регулятивных, федеральных, региональных структур, это то, что не надо рассматривать исламские финансы, в первую очередь, как механизм для привлечения иностранных инвестиций. По этому поводу я вам уже в самом начале сказал, пока у нас не будут соответствующие условия, ни одна исламская финансовая структура международная сюда просто приходить не сможет, потому что здесь работать для них условий нет. Соответственно, первоочередная задача исламских финансовых структур – это работать с населением нашей страны. Что такое вообще финансовая структура? Да, они, наверное, посредники. Что они делают? Они берут деньги у тех или привлекают деньги у тех, у кого их побольше, чем им нужно, и выдают или участвуют в бизнесе тех, которым эти деньги нужны. Исходя из этих соображений, конечно, исламский банкинг – это такой же финансовый посредник, но работающий в рамках разрешенных исламских принципов. Только две вещи, которые отличают – торговля и партнерство. И мы сегодня, когда говорим о том, что Российской Федерации нужно создавать условия, условия – это не особые условия, а условия, которые могли бы этим структурам функционировать, для того чтобы у них себестоимость не становилась дороже. Сегодня наши коллеги работают в рамках существующего законодательства, и у них продукты получаются дороже, потому что есть вопрос двойного налогообложения, есть непонимание регулирующих структур, как это все хозяйство контролировать, мониторить и так далее. Получаются опять дополнительные издержки. Вот мы понимаем, что сегодня, буквально в прошлый понедельник, мы сдали в правительство Республики Татарстан технико-экономическое обоснование по созданию исламских банковских окон или исламских банков на территории Республики Татарстан как пилотного региона Российской Федерации. Почему мы это сделали? И каковы были рекомендации? Первая рекомендация – это создавать исламские банковские окна на базе существующих коммерческих банков. То есть не пугать тем, что будут созданы исламские банки, и они будут оттягивать часть клиентской базы, а наоборот создавать в существующих банках сегодня продуктовую линейку для того, чтобы предлагать услуги, опять-таки, на равных услуги и тому населению, которое хочет придерживаться принципов, и те, которым без особой разницы эти принципы. Если мы говорим о том, что изменять законодательство, конечно, в нашем ТО проработаны все те моменты касательно и банковского законодательства, и налогового, и гражданского права, и всего, что с этим может быть связано, но мы понимаем, что сегодня, к сожалению, мы не находимся на этапе, когда в Госдуме существует уже конкретный документ, который обсуждается. Госдума сегодня уже выходит на последний год своего созыва, со следующего года начинается опять выборная кампания, потом эти люди еще придут, займут свои места, полгода будут понимать, что и как, и потом, может, как-то начнут уже выходить с какими-то инициативами. Это мы уже теряем два года. Сегодня на дворе у нас практически 2016 год. Считайте, 2017-2018 годы уже просто так ушли. Опять-таки в разговорах, что нам очень нужна эта вещь. То, что сегодня творится в Госдуме, это пока маленькие поправки хотят сделать то, что позволит банкам заниматься торговлей, то, что вот сейчас последнее, это лизинг сделать более исламской и так далее, и так далее. И, к сожалению, я вынужден сказать, что это пока не системная работа, а это отрывочная работа оттуда-отсюда. Хотя сегодня в стране уже созданы, ну, наверное, уже десятки рабочих групп, да, на различном уровне. У нас в правительстве Смута Татарстана есть рабочая группа, была в рамках ТОО, есть рабочая группа в рамках работы со Сбербанком, с которым было подписано соглашение в этом году по предложению исламских финансовых услуг Сбербанком на территории Смута Татарстан, как пилотного, как такой пилотный регион. Есть рабочие группы при Совете Федерации. Госдума сейчас создает рабочую группу по межэтническим вещам, да, причем тут межэтнические вещи, когда мы говорим про исламские финансы, прежде всего, как экономический предмет. Очень есть, к сожалению, большое желание у некоторых товарищей все, что касается исламских финансов и экономики, сводить это на чисто религиозные вещи, хотя прежде всего мы с вами, коллеги, должны смотреть на экономическую основу, и правовые вещи, соответственно, тоже должны исходить из этих соображений. Рабочие группы есть даже в Центробанке сейчас, которая называется рабочая группа по партнерскому банкингу и так далее. Но конкретно с решением, пока есть только республика Татарстан, где мы и предлагаем сделать некую такую шорткат, это как называется, укоротить путь, да. Вот из всех стран СНГ сегодня самая продвинутая страна по исламскому банкингу – это Киргизстан. Хотя все говорят про Казахстан, да. Наша коллега вот тоже будет скоро давать лекции, и, к сожалению, не про Казахстан, а про бахрайновский опыт. Но, тем не менее, сегодня, если исходить из опыта, накопленного на всей территории бывшего Советского Союза, Киргизстан – это единственная республика, где функционирует полноценный исламский банк, и где уже в прошлом ноябре было создано порядка 60 тысяч исламских банковских транзакций. И главное, вот мы буквально на прошлой неделе встречались с одним из крупнейших казахстанских банков, который, базируясь на уже нововведении, а в 2009 году еще в Казахстане было сделано полноценное законодательство для исламского банкинга, и в этом году, в марте, были сделаны уже необходимые поправки в закон для того, чтобы и свои местные банки начали открывать исламские банковские окна, могли перетрансформироваться в исламские банки. И мы разговаривали с одним из крупнейших банков, который говорит о том, что даже имея вот эти законодательные все основы, максимум, когда они смогут запуститься, это в октябре следующего года. То есть даже после того, когда уже есть соответствие законодательства, полтора года просто для того, чтобы отработать инструкции, механизмы и так далее. То есть в любом случае нужно понимать, что это долгая дорога. Мы, как республика Татарстан, сегодня предлагаем рассматривать Татарстан как пилотную площадку, сделать особые условия, здесь вот уже как раз применимы особые условия, для того, чтобы научиться мониторить, для того, чтобы научиться регулировать, для того, чтобы протестировать рынок, потому что, исходя из маркетингового исследования, которое было сделано в рамках технико-экономического обоснования, 56% населения, и это не только мусульмане, а в большинстве это не мусульманское население, говорят о том, что если исламские банковские продукты будут предложены, то они с охотой этими продуктами готовы начать пользоваться. То есть определенная плодородная почва на это в нашей стране уже есть, мы поэтому и предлагаем рассматривать Татарстан как пилотную площадку. Татарстан, благо, по многим позициям, по многим проектам действительно был пилотным, и те вещи, которые у нас получались хорошо, уже получали потом дальнейшее законодательное обрамление и внедрялись как общая практика на территории Северо-Российской Федерации. Мы сейчас предлагаем вот этот вариант для того, чтобы не потерять эти 2-3 года, но в любом случае мы всегда остаемся оптимистами. Одним из слабых, очень таких слабых звеньев касательно развития исламской экономики и финансов в нашей стране является как раз отсутствие правоведов, отсутствие как немусульманских, так и мусульманских юристов. Поэтому очень важно, чтобы в рамках данной зимней школы была проведена максимальная работа не просто говорить о том, что где-то есть, а в привязке именно к Российской Федерации и к Республике Татарстан. Я думаю, что это все будет востребовано. Сегодня Санкт-Петербургский юридический университет активно начал заниматься изучением именно правовых правовых аспектов исламского банкинга и финансов. Это ряд других университетов. Но здесь я надеюсь, что Казанский государственный федеральный университет, являясь одним из старейших и одним из сильнейших, все-таки сможет достойно нести вот это знамя первопроходца в этом направлении. Благо на это у нас есть вся наша богатая история и экономики, и торговли, и использования этих финансовых инструментов в прошлых столетиях. Я, коллеги, очень извиняюсь, отнял у вас много времени. Наверное, формат все-таки полагал, что это трехминутное выступление, но я просто хотел бы до вас довести, что не все так просто, но, тем не менее, нужно идти вперед. Бигзарахмат. До свидания. Спасибо. Большое спасибо. Вы знаете, пять лет назад, когда в Казанском университете впервые было проведено мероприятие, посвященное возрождению и научным идеям, и возрождению преподавания в стенах Казанского университета именно исламского права, мы действительно обсуждали вопрос, насколько вообще уместно в светском учебном заведении рассматривать эти вопросы. И тогда во многом благодаря кафедре именно гражданского предпринимательского права этот вопрос был решен положительно. Конечно же, мы понимаем, что во многом достижение, которое мы сегодня с вами имеем, это результат, прежде всего, поддержки низовых звеньев организационных. Поэтому хотелось бы слово предоставить Кальмарат Чарсланову, заведующему кафедрой гражданского предпринимательского права. Спасибо, Рисургизович, уважаемые коллеги. Для меня честь выступить от имени кафедры, как сказал же Рисургизович, гражданского предпринимательского права на этом собрании. Действительно, сегодня очень такое большое знаменательное событие, и я не хочу сказать, что это под эгидой кафедры, конечно, гражданского предпринимательского права, хотелось бы, конечно, надеяться, но это не так. Проходит такое знаменательное событие. Мы действительно на кафедре развиваем направление «Иностранные права». У нас есть курс уже, он много десятилетий, читается «Иностранное гражданское право». И вот сейчас разработан действительно курс по основам исламского права, и вот здесь на презентации, также вот здесь как раз показано, имеет место работа на кафедре, также научная группа исследований современных основ исламского права. Ну, здесь я хотел бы, так бы, сказать взаимно, Ильсур Гизыч, вы действительно проводите очень большую работу в этой связи, мы вам очень благодарны, и надеемся, естественно, на дальнейшее сотрудничество, потому что российскому праву оно достаточно молодое. Вот в следующем году ему исполнится 25 лет. Вот, знаете, с учетом того, что большинство современных правопорядков, исламского правопорядков, западных правопорядков насчитывается не одна сотня лет, много-много сотен лет. Для этого, конечно, 25 лет очень-очень мало. И мы метаемся от одного правопорядка к другому, берем различные правовые конструкции, не понимаем, что это за правовые конструкции. А все это происходит от того, что мы хотим быстро развить наше право. Вот как Роман Березенко, есть такой известный наш правовед, он говорит, за 20-30 лет мы должны достичь того, что в других странах достигается 200-300 лет. Но, к сожалению, это очень опасное мнение, особенно от Романа Сергеевича Березенко, поскольку один из самых таких известных людей, которые развивают наше право. Поэтому я надеюсь, что это, конечно, неправильный подход. Мы будем заниматься развивать наше право постепенно. И в этом мы надеемся также и на помощь вашу, поскольку неправильно все время ориентируется на английское, немецкое, французское законодательство. Потому что все познается в сравнении. И, безусловно, как говорил еще Рудольф фон Ерин в 19-м столетии, нельзя отказаться от чего бы то ни было, если это только произошло не на вашем участке. Я единственное хотел бы пожелать организаторам этой школы, надо очень внимательно отнестись к распространению также этих знаний. Не хотелось бы, чтобы информация осталась бы как бы внутри этого круглого стола. Безусловно, обмен мнениями очень важен. Но я бы предложил, я, к сожалению, не могу решить вопрос финансирования на этом этапе, может быть, издание сборника, информация, а может быть, даже какого-то издания, которое было посвящено распространению также этих знаний. Со своей стороны, как член редакционной коллегии ученых записок Казанского университета, я бы предложил выйти также инициативой к редакции Казанского университета ученых записок, о выделении отдельного номера, может быть, ученых записок, именно проблем, связанных с работой школы, зимней школы исламского права. Спасибо вам большое и успехов, и надеюсь на продолжение третьей, четвертой, пятой и так далее зимней школы. Действительно, сегодня много внимания уделяет исламовском банкингу, страхованию, о чем говорил Ленарго Бельнорович, и поэтому мы посвятили свою школу уже развитию инфраструктуры, если вы обратите внимание, то есть нужно делать окружение, нужно еще думать о тех механизмах, которые будут способствовать среду формировать, да, комфортно для развития этих продуктов. Сегодня, действительно, многие банки думают об этом предметно, конечно же, в этом плане мы рады, что среди преподавателей Казанского университета, юридического факультета присутствует председатель управления ТАТФОНБАНК, о котором хотелось предоставить слово, и он как практик уже бы дал напустленные слова участникам и подчеркнул бы значение, может быть, этого вопроса. Уважаемые коллеги, добрый день. Хотелось бы быть кратким, поскольку мы много уже говорили, и перейти, наверное, к практическим моментам нашего мероприятия. Международная школа права, которая сегодня работает, я считаю, что успешно работает, на мой взгляд, должна стать той площадкой, которая должна выработать, прежде всего, принципы, на которых базируются исламские финансы, исламский банкинг, и эти принципы должны лечь в основу создания уже той инфраструктуры, про которую мы говорили. На самом деле, Центральный банк, как уже говорилось при нем, создана рабочая группа, я являюсь членом рабочей группы, постоянно действующей, а также подгруппы, постоянно действующей, под руководством Симоновского и Сухова Михаила Игоревича. И следующее заседание предполагается провести в январе-феврале уже в Таташстане, избрать Таташстан как опорный регион для проведения данного проекта. И мне бы хотелось вам пожелать организаторам, чтобы мы вот эту школу превратили в то направление, которым мы закладываем в своей дорожной карте. Мы закладываем в дорожной карте создание отдельного направления совместно с Университетом Казанским, совместно с Банком России по подготовке кадров именно в этом направлении. То есть это должен быть или Центр, или нечто иное. Но я предполагаю и предлагаю на своем уровне, на правах члена рабочей группы, продвигать идею увеличения статуса международной школы, ну и, соответственно, постепенно ее перерастание, может быть, даже в отдельное направление. Не знаю, это как будет выглядеть, тут уже университет решит. Но идея такая заложена, потому что на сегодняшний день, в чем наша основная проблема, это проблема кадров. Это не секрет. И чтобы мы не начинали, сейчас готовится пилотный проект, да, на самом деле это так. И мы будем запускать пилотный проект на базе Татагропромбанка. Это будет рядом с Закабанной мечетью. Будет отдельный филиал. Он будет называться также Казанский филиал, центр партнерского банкинга. Вот вкратце, что хотелось бы сказать, что хотелось бы пожелать. Ну и, соответственно, добрый путь, наверное, да, чтобы мы готовили достойные кадры и, наверное, даже обеспечивали ими не только Российскую Федерацию, но и страны СНГ. Спасибо. Большое спасибо, Марат Рашидович. И для завершения, на высокой ноте, очевидно, для плавного перехода уже в рабочую часть школы, приглашается давний друг юридического факультета и представитель в данном случае АДЭСКО национальной академии. Я думаю, что без ложной скромности я могу назвать этого специалиста единственным такого уровня специалистом по исландскому праву в соседней республике и одним из самых успешных и видных представителей юриспруденции, да, вот традиционная испруденция, профессор, доктор наук по респруденции, который занимается исландским правом на всем постсоветском пространстве, который нашел возможности прочитать ряд лекций по основам исландского права. Я говорю в данном случае о Бихрузе Хашматуле Набеевиче. Пожалуйста, прошу вас выступить. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые друзья. Я бесконечно благодарен юридическому факультету Казанского Федерального университета за то, что посчитал нужным меня пригласить для чтения нескольких лекций по основам исламского права. Для меня большая честь быть среди вас. Понятно, что на сегодняшний день отношения между Украиной и Российской Федерацией не самые лучшие, но тем не менее меня и наш университет связывают очень дружественные отношения, дружественные отношения с вашим университетом, и поэтому никакие препятствия не могли остановить меня, чтобы я приехал, чтобы я был среди вас и читал несколько лекций. Вы знаете, на самом деле сегодня много говорилось о потенциале ислама, о потенциале исламского права. Это так и есть. Буквально 10 числа в Киеве была организована большая конференция, посвященная компаративистике, где там тоже я выступил о исламском праве. Вы знаете, на самом деле потенциал огромный. Вот сегодня говорили о том, что в западных странах, в частности, назвали Англию, очень активно используют именно вот этот момент для экономического развития. Мы с вами знаем, что в западных странах у них есть национальный интерес и прагматизм. Там, где выгодно, они очень успешно используют этот опыт. И сегодня как раз говорилось о том, что когда в Российской Федерации начали закладывать основу для современного банковского дела, как раз западные страны поспешили и на самом деле заняли эту нишу. Но тем не менее здесь есть элемент конкуренции. И вот банковское право, исламское банковское право и вообще банковское дело, исламское, является серьезным конкурентом для западных стран. Поэтому надо этот потенциал очень активно использовать. Кроме того, я для подготовки своих лекций, я подготовил ряд презентаций. И вы знаете, когда в гугле хочешь найти какие-то картинки, вот я просто два слова туда вписал, исламское право. 95% негатива. В основном это связано с терроризмом, с ДАЭШом, с теми бесчеловеческими акциями, которые, к сожалению, они отождествляются исламом. Как раз то, что вы делаете, это огромный шаг для того, чтобы показать лицо ислама, его огромный потенциал, созидательный потенциал, который востребован в частности в Российской Федерации. Для меня очень приятно, что столько полетных проектов вы запускаете в Республике Татарстан. Это не случайно. Вот как раз слайд показывает, какая славная история изучения исламского права имела место в вашем историческом университете. Поэтому еще раз для меня большая честь быть среди вас и желаю вам всяческих успехов для того, чтобы результат, на который мы рассчитываем, был достичным. Спасибо. Ну что ж, на этом позвольте завершить торжественную часть нашего мероприятия. Небольшое организационное объявление. Будьте добры, обратите внимание в программе. Последующие занятия Жиземни школы будут проходить на базе ресурсного центра на Пушкино-1. Уважаемые участники, гости, большое вам спасибо. Всего доброго.